В день памяти святителя Московского Петра, Всероссии Чудотворца, святейший патриарх Московский и Всероссии Кирилл совершил литургию в Успенском соборе Московского Кремля, где покоятся честные мощи первого московского святителя. В тот же день за богослужением состоялась хератония архимандрита Викентия Абрилеева, воепископа Златоустовского и Сааткинского. Богослужение транслировалось в прямом эфире нашего телеканала. Рассказывает Эльвира Гордеева. Исторический центр русского православия – Успенский собор Кремля. Несколько сотен людей пришли сюда, чтобы почтить память Петра Чудотворца, митрополита Московского и всея России. В истории государства и для всех русских людей он навсегда останется первым московским святым, пастырем, поборником благочестия и выдающимся государственным деятелем. Литургию в день его памяти по традиции возглавил патриарх Кирилл. Его святейшество вышло в облачении, созданном по образцу, изображенному на древних иконах святителя Петра, из копии его посоха, хранящегося в вооруженной палате Кремля. Песня. За литургию предстоятель возглавил хиротонию архимандрита Викентия Брелеева, воепископа Златоустовского и Саткинского. Благодать все святаго духа через нашу мерность производит тя боголюбезнейшего архимандрита Викентия, избранного епископа богоспасаемого города Златоуста. Также за богослужением патриарх Кирилл возвел в санметрополита архиепископа Костромского и Нерехского ферапонта в связи с назначением главой Костромской митрополии и епископа Читинского и Петропавловка Забайкальского Дмитрия в связи с назначением главой Забайкальской митрополии. По окончании литургии святейший владыка напутствовал епископа Златоустовского и Саткинского Викентия на служение. Сегодня ты получил от Бога великий дар, дар архиерейства. Он дан тебе для того, чтобы ты ежедневно употреблял его в дело и приносил обильные добрые плоды. Священно действуй с благоговением, проповедуй с вдохновением, управляй с рассудительностью, помогай нуждающимся, утешай страждущих, примеряй враждующих, созидай жизнь наших современников по Слову Христову, возвещай милость и правду там, где люди ослеплены ненавистью и ложью. Пусть вдохновляющим для тебя примером на прилежащем епископском пути станет великий святитель московский митрополит Петр, чью память ныне творит православная церковь. По окончании литургии святейший патриарх Кирилл совершил молитву ураки с честными мощами святителя Петра, пребывающими в алтаре Успенского собора. Затем обратился к участникам богослужения с первосвятительским словом, в котором назвал святителя московского Петра подлинным хранителем духовного единства Святой Руси. Вся его жизнь была посвящена сохранению единства Святой Руси, преодолению разногласий князей, собиранию русского духа, утверждению русского православия. Вот почему мы всегда так торжественно, в день его кончины, в начале наступившего года, совершаем божественную литургию в этом Успенском соборе, в котором почивают его мощи.